Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, товарищи. Мы заканчиваем наш курс лекций, посвященный поиску общества будущего, поиску теоретическому, методологическому, основанному на исследовании объективных тенденций, а не просто каких-то пожеланий о том, каким хотелось бы видеть это будущее. Когда мы говорили об обществе будущего, мы забежали далеко вперед. Одна из предыдущих лекций была посвящена анализу царства свободы, того, как рождается качественно новая эпоха, снимающая, дилектически отрицающая и развивающая все то, что было предысторией человечества. Царство необходимости, предыстория – это период, который многое дает будущему, но это период чудовищных противоречий, это период войну, носящих десятки миллионов людей, это период угнетения и угнетения практически подчиняющего себе человека труда. Да в целом и эксплуататора, они становятся скованы одной цепью только. Для одного она золотая, для другого – это тяжелые кандалы. Образы я оставлю в стороне. О теоретических категориях мы с вами говорили раньше, а сейчас о том, как рождается общество будущего, царство свободы. Период, который обычно называют социализмом. Я хочу подчеркнуть, элементы царства свободы, элементы коммунизма появляются уже внутри, в рамках позднего капитализма. Той эпохи, того периода капиталистического способа производства, когда внутри него зарождаются такие черты, как общественное регулирование и даже элементы планирования. Общественный сектор развивается в определенных сферах экономики, например, в образовании, здравоохранении и не только. Развиваются механизмы частичного перераспределения прибыли в пользу трудящихся, тот же прогрессивный подоходный налог и другие черты будущего общества. Черты, работающие поначалу на пользу капитала. Это один из парадоксов. Государственное регулирование помогает стабилизироваться капиталистической системе и выйти из Великой депрессии начала 30-х годов прошлого века. Социальное партнерство, сильные профсоюзы, бесплатное образование помогают капиталу подчинить себе труд в новых формах. В формах, где возможна эксплуатация высококвалифицированного работника, где возможна организация труда креативного работника. Без таких элементов коммунизма использование высококвалифицированных, креативных работников сегодня было бы невозможно. Но эти темы мы уже освещали. И вот эти ростки оказываются наряду с обобществлением, прогрессом индустрии, автоматизацией производства, прогрессом культуры. Они становятся предпосылкой нового общества. И после политической революции, качественного изменения в системе власти, рождается новое общество. Рождается в муках и рождается далеко не полностью готовым к развитию на своей основе. Внутри раннего коммунизма сохраняется очень широкий спектр отношений отчуждения, отношений, которые социализм или ранний коммунизм наследуют от предшествующих способов производства. Пример Советского Союза здесь очень показатель. От прошлого осталась не только рыночная система, не только капитал в период новой экономической политики. От прошлого остались патриархальность. От прошлого осталась феодальная иерархия, соподчиненность, на базе которой вырос бюрократизм. А что-то, какие-то формы отчуждения оказались порождены и специфическими противоречиями раннего коммунизма. Они просто унаследованы от прошлого. Вот об этом, о диалектике рождения коммунизма, мы сегодня и будем говорить. Начнем, как всегда, с экономики. Экономика социализма – это экономика общества, которая развивается на базе оставшейся от капитала. Даже если это высокоразвитая индустрия, это все равно индустрия, подчиненная финансовому капиталу, подчиненная корпоративному контролю, интересам транснациональных корпораций, интересам бюрократического государства, обслуживающего, прежде всего, капитал. И вот такие производительные силы оказываются неадекватны даже для первой фазы коммунистического общества, для начала коммунистического общества. Они требуют существенной трансформации. Не говоря уже о том, что для коммунизма необходимо нечто большее, чем индустрия. Необходима система автоматизированного производства, по отношению к которой человек выступает как контролер и регулировщик. Необходима такая система общественного производства, которая создает возможности для преимущественно творческой деятельности большинства членов общества, а в перспективе каждого. Поэтому одна из задач социализма – это трансформация производительных сил. И, соответственно, проблемы, которые рождают социализм, противоречия, которые рождают социализм, связаны с этой материально-технической базой. Я сейчас говорю о развитой материально-технической базе социализма, не коммунизма, а социализма, о индустрии четвертого и пятого технологического укладов, о конвейере, о развитой сети железных дорог и автомагистралей, о… ну, вы представляете себе, что такое производительные силы конца 20-го, начала 21-го века, и мне нет необходимости это пересказывать. Но вы это представляете применительно к развитым странам. Даже для России это не в полной мере реальность. Вы знаете, есть такой немножко смешной, немножко грустный анекдот. Вот американец спрашивает сибиряка, правда, что у вас медведи по дорогам ходят? Сибиряк улыбается. Да вы что, с луны свалились. Откуда в Сибири дороги? Ну, это грустная шутка, если серьезно. В 20-м веке социализм рождался на базе технологий гораздо более отсталых, чем то, что мы имеем сегодня, в том числе в Российской Федерации. Это были технологии, если мы говорим о нашей стране, третьего, четвертого, нет, пожалуй, все-таки третьего технологического уклада с появлением, только появлением электричества, только появлялись конвейерные производства, это я не увидел, что в России они уже существовали. Россия не выпускала тракторов, Россия не выпускала автомашин, Россия много чего не выпускала, хоть накануне Первой мировой войны. И это была не самая отсталая страна мира. В этой стране, к тому же, господствовал ручной труд. Аграрное население было доминирующим, а в деревне труд был преимущественно ручным. Да и промышленность в значительной степени оставалась кустарной, мануфактурной, основанной на ручном труде. Слово промышленность в данном случае надо понимать не как индустриальный уклад, а как некоторую отрасль экономики. И вот на этой базе рождались впервые коммунистические отношения в виде тех возможных форм, которые дает первый этап после политической революции. Отсюда еще более глубокие противоречия, потому что в СССР пришлось достраивать материально-техническую базу капитализма, создавать развитую индустрию. И это делалось в условиях формирования ростков коммунистических производственных отношений. Каких именно? Давайте пока отвлечемся от тех проблем, которые были в Советском Союзе, в период новой экономической политики, в период индустриализации, коллективизации и далее. Давайте посмотрим на возможности социалистической организации сегодня. В условиях, когда господствует четвертый технологический уклад, есть конверное производство, есть инфраструктура, есть дороги, пусть плохие, но без медведей. Что возможно? Что возможно в наиболее развитых странах? Прежде всего, с одной стороны, возможно планомерная организация общественного производства. Не сразу директивное планирование в общенациональном масштабе. Планомерность как дерево надо выращивать. Вообще отношения коммунизма надо выращивать, их нельзя построить. Это органический процесс, сложный, противоречивый, нелинейный, неравномерный, вперед, назад, завихрения, зигзаги, внешние воздействия. Но тем не менее, это процесс движения коммунистическому обществу. И это процесс рождения от, если мы говорим о планомерности, отношений, учета и контроля, в котором участвуют все граждане, в потенции все граждане страны, к отношениям регулирования, эти отношения есть даже внутри капитализма, и дальше к планированию, причем не только индикативному, указательному, не только косвенным регуляторам, но и к директивному плану в общественном секторе. Так рождается планомерная организация общественного производства. Опыт Советского Союза показал, что на базе индустрии, в стране, где мощные патриархальные пережитки, бюрократизм и многое другое, это планирование, это планомерная организация общественного производства будет обладать очень глубокими противоречиями. Она будет изнутри пронизана бюрократизмом, как механизм парирующий бюрократизм, будет развиваться субъективизм, волюнтаризм, я не боюсь этих слов, это не ругательные слова, это квалификации определенных общественных институтов, и то, что в Советском Союзе называлось блатом, то, что сейчас выродилось в коррупцию. Все это дополнялось местничеством и ведомственностью. Это были неизбежные пороки, связанные с тем, что планомерность развивалась не на базе реально высоко обучшеленного производства с одной стороны, и с другой стороны, не на базе реального участия трудящихся в управлении, начиная с учета и контроля, и двигаясь к все более сложным функциям. Участие в управлении на всех уровнях экономической организации, от бригады и предприятия, до народного хозяйства в целом, где был необходим новый, адекватный для конца 20 века рабкрин, или адекватный для сегодняшнего 21 века рабкрин, рабочей крестьянской инспекции, который писал еще Ленин. Ну и так далее. Другой стороной такой планомерности оказалось сосуществование ее с отношениями товарного производства и обмена рынком. Вот эта связь двух противоположных начал товарных отношений, отношений товарного производства с одной стороны и отношений планомерного производства с другой стороны – это конфликт. Это конфликт, который развивался во взаимосвязи, и где одно вытесняло другое, но в ряде случаев вытесняло не в силу большей экономической эффективности и социальной результативности, сколько в силу административно-бюрократического волевого давления, как это происходило в условиях ускоренной индустриализации конца 20-х – начало 30-х годов. Но об этом периоде лучше послушайте лекции Андрея Ивановича Колганова. Там все детали очень четко освещены, и все акценты очень жестко сделаны. Противоречия показаны, достижения, огромные провалы и великие достижения. Поэтому уйдем от истории и вернемся назад к теории. О чем мы говорим? О том, что планомерность и товарные отношения – это противоположные начала, но они оказались и должны будут быть неизбежно совмещены в начальный период рождения коммунистического общества. Точно так же, как рождение рыночной буржуазной экономической системы было сопряжено с сохранением на протяжении столетий натурального хозяйства и в аграрном секторе, и не только в аграрном секторе. Вот эта натуральная экономика, тоже противоположная с товарными отношениями, рынок был более прогрессивен. Натуральное хозяйство было менее прогрессивным. Натуральное хозяйство – это когда сам все производишь, сам все съедаешь в крестьянском дворе, например, или в общине. Но это натуральное хозяйство вынужденно, не могло уйти в прошлое одномоментно, до тех пор, пока сельское хозяйство не стало базироваться на современной индустрии. Только сейчас оно исчезает. А в России, где сельское хозяйство базируется на индустрии, но иногда весьма отсталой, натуральное хозяйство сохраняется до сих пор. У нас до трети овощей, картофели и так далее производятся в личных подсобных хозяйствах. Но не будем о грустном. Вот точно так же отмирает капитализм и рождается, становится все более сильным социализм. И по мере умирания капитализма и усиления рождения, развития коммунизма, отмирает товарное производство и развивается планомерная организация общественного производства. Они противоположны, но они сосуществуют, борются. И формами, которые разрешают их, является планирование, использующее стоимостные показатели, хозрасчет, который очень противоречиво, мучительно противоречиво соединяет рыночную ориентацию на прибыль и необходимость реализации плана и многое другое. Здесь целое поле интереснейших проблем, но нам пока важно зафиксировать вот эти тезисы. Я не веду речь о рыночном социализме. Более того, я хочу подчеркнуть, что опыт НЭПа был интересен тем, что... Ну давайте процитируем по памяти, процитирую Владимира Ильича Ленина. Он прямо говорит, рынок, мелкое товарное производство, это то, что рождает мелкобуржуазность, это то, что рождает капитализм, то, что рождает на одном полюсе частную капиталистическую собственность, на другом полюсе наемный труд, то, что сопряжено с безработицей и эксплуатацией трудящихся. Не надо строить иллюзии, говорит Ленин. Но мы вынуждены это использовать. Коммунисты должны научиться торговать, должны научиться это делать лучше, чем капиталисты. И должны одновременно развивать план ГУРО, регулирование экономики и подготавливать переход к социалистическому планированию. Когда он говорил, что НЭП – это всерьез и надолго, он сказал очень странные по нынешнему времени слова. Мы должны задуматься. Это очень надолго. Это на 10 лет. Представляете, какой был темп истории, когда 10 лет – это очень надолго. У нас стагнация длится 20 лет, и мы считаем, что вроде бы все нормально. У нас в России 21 века. Итак, планомерная организация общественного производства – раз. Очень важный вопрос о отношении собственности. И здесь, прежде всего, мы должны говорить не о формах, а о содержании. Это содержание – это общественное присвоение, общественное распоряжение и использование средств производства. И, соответственно, социлинг развивается в той мере, в какой содержательно люди становятся субъектами свободного труда и совместно, общественно присваивают богатство, которое они же сами создают. Как именно? Вот для ответа на этот вопрос уже важны формы. Но для начала хочу подчеркнуть, до тех пор, пока труд остается преимущественно репродуктивным, индустриальным или тем более ручным, освобождение труда может быть только формальным. Общественные отношения – да, создают ростки, формируют ростки царства свободы, а содержательно труд по-прежнему остается в царстве необходимости. Человек, который подчинен конвейеру, подчинен разделению труда, является придатком станка, этот человек содержательно в процессе труда является несвободным. Он лежит там еще, в прошлом, в предыстории, не в коммунизме. Но в той мере, в какой его труд организован по-коммунистически, в той мере, в какой он решает, как использовать станок-конвейер, как изменять разделение труда – раз. В той мере, в какой он совместно со своими товарищами присваивает результаты этого коллективного труда – два. В той мере, в какой он определяет цели развития и осуществляет управление этим процессом – три. В этой мере труд становится свободным, но свободным по общественной форме, а не по содержанию. Это формальное освобождение труда. И здесь я привожу аналогию с формальным подчинением труда капитал. Но об этом в другом курсе, поэтому не будем уходить в сторону. Итак, перед нами общественное присвоение. Но встает вопрос, как? Как могут десятки, а то и две сотни миллионов человек совместно присваивать все то, что произведено на сотнях тысяч предприятий? Иллюзия, утопия? Нет. Во-первых, совместное распоряжение общественным богатством обеспечивается общественной планомерностью, планомерностью общественного развития. Через учет и контроль, через общественное регулирование, через участие в управлении, через план, наконец. И этот план задает цели и задает то, как мы будем использовать имеющееся в наших руках общественное богатство. Если этот план верстается исключительно бюрократической элитой, номенклатурой, общественное присвоение становится уродливым, мутирует. В той мере, в какой эта планомерность оказывается лишь иллюзией как общенародная организация производства, о реальности установится бюрократическая организация производства, в этой мере происходит мутация вырождения социалистических отношений и рождения элементов государственного капитализма. А вот в той мере, в какой мы действительно реально распоряжаемся общественным богатством, вот здесь да, здесь рождение коммунизма в рамках первой фазы социализма. Следующий шаг. Собственно, присвоение создаваемого общественного богатства. Каким образом? Существует несколько вариантов решения этой проблемы. Первое. Для людей открыта возможность свободного соединения со средствами производства. Я перехожу на профессиональный политэкономический язык. Что это означает? Это означает отсутствие безработицы. При возможности свободного выбора места работы. очень важно. Непринудительный труд, как в ГУЛАГе, а возможность свободного выбора приложения своих талантов, возможность свободно получить необходимое образование, а для этого оно должно быть бесплатным, возможность свободно обеспечить себе здоровый образ жизни, а для этого должно быть бесплатное качественное здравоохранение и общедоступное государственное бесплатное по сути дела жилье. Предпосылки есть. Пожалуйста, ты обучен, ты здоров, у тебя есть жилье, у тебя есть возможность выбрать необходимое место работы, желаемое место работы. Безусловно, не в полной мере свобода, потому что, еще раз подчеркну, на стадии социализма материально-техническая база – это индустрия, общественное разделение труда, человек при конвейере, при станке или даже при компьютере в научно-исследовательском институте или где-то еще. Но это не господство творческой свободной деятельности. Тем не менее, возможность выбора есть. Есть возможность выбора между техническим обучением и возможностью стать квалифицированным рабочим, есть возможность стать инженером, есть возможность стать учителем, есть возможность стать врачом, есть возможность писать стихи, быть поэтом, художником, и для этого существует огромное количество бесплатных дворцов культуры бесконечными курсами, кружками, общественными оркестрами и так далее. Кстати, любопытная цифра. Перед Великой Отечественной войной в одном Ленинграде существовали десятки тысяч самодеятельных оркестров. Десятки тысяч самодеятельных оркестров в стране, которая отнюдь не была богатой, которая всего пару десятилетий прожила после окончания гражданской войны. Да даже меньше, на самом деле, еще не было пару десятилетий. Вот такая история, да? И это неправда, когда говорят, что полуголодный человек не будет стремиться к музыке и культуре. В Советском Союзе люди с 20-х годов стремились к культуре, к технике, к науке, к образованию гораздо активнее, чем в сытых странах Запада. Да и чем сегодня, в гораздо более сытой Российской Федерации. Итак, общественное присвоение – это возможность трудиться по способностям и возможности эти способности формировать и постоянно повышать через общедоступность образования, здравоохранения, жилья и наличие вакансий в интересных для тебя сферах деятельности. В СССР в полной мере это реализовано не было, но в значительной степени было. Вторая черта – реального присвоения общественных средств к производству. Это ситуация, когда созданный общественный продукт идет на пользу трудящихся. Как именно? Здесь тоже нет никаких особых тайн. Как ни странно, очень многие фундаментальные вещи были правильно предсказаны в работах еще Карла Маркса, очень точно, хотел сказать, точно уточнены, дополнительно уточнены в работах Ленина, Дзержинского, Кржижановского, очень многих интереснейших, авторитетнейших ученых той поры, советской поры, начала советской эпохи, и затем достаточно адекватно представлены в советских учебниках. Почитайте учебник Цаголова, второй том, он лично Цаголова, под редакцией Цаголова «Курс политической экономии», второй том, издание, по-моему, 1973 года, он есть в интернете бесплатно. Довольно точная картина идеальной модели экономической организации социализма. Другое дело, что в СССР ситуация была далеко не столь красивой, как в этом учебнике, но модель во многом правильная. Хотя там ни слова не было про бюрократизацию, про дефицит, про номенклатуру и все остальное, но цензура есть цензура. Про противоречие СССР мы с вами уже говорили. Вернемся к теории. Мы говорили о возможности присваивать результаты общественного производства. Как именно? Одна из форм уже была зафиксирована. Общественные результаты, созданные общественное богатство идет на то, чтобы обеспечить развитие здравоохранения, культуры, образования, инфраструктуры, жилья и так далее. Вот, пожалуйста, людям бесплатно это дают. Раз. Второе. В общественные фонды потребления, кроме бесплатного здравоохранения и так далее, включается много других благ, которые человек получает просто потому, что он гражданин страны. Но ту же культуру финансирует государство и она оказывается общедоступной и бесплатной. Итак, часть гражданин получают по коммунистическим принципам, по потребностям. Я еще раз говорю, чем менее продвинут к коммунизму социализм, чем больше в нем от прежней эпохи и собственных мутаций, бюрократических и других, тем в меньшей степени, тем хуже реализуются эти принципы. Это очень важно. Чем ближе к коммунизму, тем полнее, точнее, адекватнее развиваются вот эти формы присвоения. Другая часть общественного богатства используется для накопления, для развития. И здесь опять-таки, если у нас план отвечает интересам общества, если планирование осуществляется под контролем граждан и с участием граждан, если этот процесс идет постоянно как открытый процесс, где люди понимают, что, почему, как и главное для чего реализуется это накопление, почему строится новая железная дорога, или почему и для чего мы вкладываем огромные ресурсы для того, чтобы выйти в космическое пространство, или создать новую энергетику, или перестроить структуру экономики, если это действительно отвечает нашим интересам, и эти решения выработаны с нашим участием, то это накопление является реализацией чего? Отношений присвоения общественного богатства ассоциированными тружениками. Тем самым основным отношением коммунизма ассоциированное присвоение об обществленных средств производства, о котором я сказал в самом начале. Ну и, наконец, часть общественного богатства распределяется по труду. Опять-таки, никакое не открытие. И более того, очень важно подчеркнуть то, что не слишком акцентировалось в советских учебниках. То, что распределение по труду – это сохранение значительных черт старой буржуазной организации, старого буржуазного неравенства внутри рождающегося коммунизма. Люди неравны, возможности неравны, традиции прошлого велики, труд разделен. Кто-то привязан к станку, а кто-то занят свободной творческой деятельностью. И, безусловно, в этих условиях возникает неравенство в доходе, неравенство в качестве жизни и так далее. Социализм использует стимулы, во многом сохраняющие рыночные начала. Вот здесь встает интереснейший вопрос. А что будет с деньгами и что будет с измерением затрат труда и результатов? Это вопрос, который в полной мере не был решен в рамках политической экономии и социализма. Это вопрос, который не решили в полной мере ни исследователи на Западе, ни исследователи в Китае, ни советские политэкономы. Эта тема очень интересна, заслуживает специального рассмотрения. Я позволю себе лишь несколько комментариев. Комментарий номер один. Одной из форм соединения рынка и планомерной организации производства стал оксимарон. Плановая цена. С точки зрения рыночной экономики цена не может быть плановой. Цена – это денежная форма стоимости. Стоимость – это отношения, в которые вступают обособленные производители. Частники, которым никто ничего не приказывает, не указывает и никак их не регулирует. Тем не менее, плановая цена существовала. Почему? Потому что это было переходное отношение, соединяющее два противоположных начала. С одной стороны, элементы товарных отношений, денежная форма, эквивалентность и так далее. Отчасти учет того, что можно назвать даже не спросом и предложением, а производством и потреблением, агрегированным производством и потреблением. С другой стороны, плановые начала, когда цену формировали на основе общественно необходимых затрат труда, причем во многих случаях основой этих ОНЗТ, общественно необходимых затрат труда, было рабочее время. Так называемые норма часы. И планирование в норма часах развивалось и в рамках производственных единиц. Это были предприятия с десятками, иногда сотнями тысяч работников. И очень разные. Начиная от металлургических комбинатов и заканчивая университетами. Где, кстати, до сих пор труд преподавателей исчисляется в норма часах. В условных часах, которые каждый преподаватель должен отчитать и, соответственно, получить какое-то вознаграждение. Поэтому возник феномен плановой цены, в основе которого лежали общественно необходимые затраты труда. Насколько они реально были общественно необходимыми, как работала эта система, какие противоречия. Но, друзья, все вместить в одну лекцию невозможно. Тем более, нам надо говорить не только об экономической системе. Тем не менее, когда мы переходим к распределению по труду, оказывается, что и здесь вот эта проблема возникает. Возникает проблема, с одной стороны, фиксированных цен. На продукты и услуги потребительского сектора. С другой стороны, фиксированных заработных плат. Плановая система, социалистическая система, экономическая, так как она существовала в СССР, характеризовалась стабильными в течение десятилетий ценами. Вы, наверное, слышали выражение «колбаса по 2,20». Имелось в виду колбаса по 2,20 рубля за килограмм. Даже не сорт колбасы, а вот колбаса за 2,20 или колбаса за 2,30. Если я не ошибаюсь, это была докторская колбаса. Ее до сих пор продают, изображая, что это советский стандарт, хотя на самом деле качество хуже. Всех случаев на мой вкус. С другой стороны, были фиксированные ставки. Рабочий определенного разряда в любом регионе, в любой отрасли получал фиксированную зарплату, которая в 70-е годы колебалась от 100 до 500 рублей в месяц. 500 – это шахтер или нефтяник, или очень высоко квалифицированный работник на современном предприятии. Например, там, где делали робототехнические комплексы «Красные пролетарии» в Москве. 100 рублей – это подсобник. Точно так же была фиксирована, установлена заработная плата для, пусть ученых. Младший научный сотрудник без степени получал 140 рублей, младший научный сотрудник со степенью 175, старший научный сотрудник 250, ну и так далее. Директор института получал 600, ну чуть больше, чем рабочий нефтяник. Хотя, впрочем, если нефтяник получал премию, 13-ю зарплату он получал больше, чем профессор или директор института. Сразу хочу сказать, в СССР все это существовало в теории, на практике существенно деформировалось. Были закрытые привилегии, были закрытые распределители, были ведомственные, далеко не одинаковые для разных категорий санатории и даже поликлиники. И даже школы для детишек элиты в центре Москвы были одни, а для обычных детишек в регионах другие. Но разница между ними была не слишком значимой. В качестве маленького примера просто сошлюсь на свою собственную группу на экономическом факультете Московского государственного университета. Один из самых таких привилегированных факультетов лучшего университета страны. Там треть группы были выпускники РАПФАК, люди, которые прошли армию, работу на заводе, в поле. Наверное, процентов 10 детки номенклатуры. Ну и обычные школьники, вот типа Бузгаляна или Калганова, которые поступили со школьной скамьи из обычных семей. У меня отец был военный, у Андрея Ивановича доцент из регионального университета Калининградского. В принципе, нормальная советская семья. Вот, я чуть-чуть отвлекся, просто чтобы показать, как это работало на самом деле. Мы обрисовали основные черты экономической системы социализма. Существует очень сложный вопрос, почему в СССР она, с одной стороны, дала высокий темп по росту, с другой стороны, привела к дефициту и в конечном итоге не смогла победить соревнования с капиталом. Хотя в определенных сферах, в определенные периоды мы в этом соревновании побеждали. Сейчас к политике. Это одна из самых тонких сфер, где в наименьшей степени удалось реализовать то, что является объективной необходимостью, обусловленной трендами развития и производительных сил и производственных отношений царства необходимости. Я нарочито использовал наукообразную формулировку, но она не наукообразна даже, пожалуй, она теоретически выверена. Во всяком случае, мы очень много сил, времени и энергии потратили на то, чтобы суммировать написанные нашими учителями и коллегами на эту тему. Эти тренды – это, во-первых, формирование квалифицированных работников, которые в полной мере могут быть сознательными гражданами, принимающими квалифицированные решения в области общественного управления, в частности, в политической сфере. Во-вторых, это производственные отношения, которые даже в рамках капитализма научают участию в управлении, во всяком случае, в той мере, в какой внутри капитализма левые политические партии и общественные организации вовлекают трудящихся в решение политических вопросов. Если при капитализме существуют сильные профсоюзы, и рабочие, инженеры, учителя реально участвуют в их деятельности, если при капитализме существуют элементы реального местного самоуправления, а в ряде случаев они существуют, у людей есть опыт. Опыт, с одной стороны, делать конкретные позитивные дела, с другой стороны, бороться с бюрократией, с капиталом, равно как и в профсоюзах. Это не рай, это борьба. Борьба с капиталом за свои права, борьба с профсоюзной бюрократией, против бюрократизации профсоюзов. У людей возникают социальные мускулы, они умеют бороться, они знают, как это делать, они знают, как приструнить бюрократ. Они знают, какие методы надо использовать, чтобы толково организовать управление. Они умеют участвовать в учете и контроле, потому что им надо проверить внутри капитализма, насколько им справедливо, по трудовому договору, по капиталистически справедливо. Выплачивают заработную плату. Ну и так далее. Если есть левая политическая партия, и в ней миллионы людей, то это люди, которые умеют участвовать в политическом процессе, а не просто платят членские взносы. Вот так формируются предпосылки, объективные предпосылки для социалистической демократии. Я оставлю, нарочито оставлю за пределом нашего сегодняшнего разговора, вне поля нашего сегодняшнего разговора, вопрос о диктатуре пролетариата. Это тема переходного периода. Это тема политической системы после победы политической революции. Очень важный, очень сложный вопрос. Не хочется походя. И я на этот вопрос отвечал не раз и не два. На YouTube-канале Альтернативы, наверное, 3-4 материала, в которых я подробно останавливаюсь на этом вопросе. Пожалуйста, смотрите, я не ухожу от него. Но если мы имеем победивший социализм, а не переходный период, начало коммунизма, но тем не менее уже победа, то в этом случае мы можем говорить о том, что у нас господствует общественный уклад и проблема борьбы с капиталом решена. Кстати, попутно давайте я все-таки скажу несколько слов о формах собственности. Я стою в стороне, потому что все любят говорить про формы, они любят говорить про содержание. Что такое социализм с этой точки зрения? Социализм с этой точки зрения – это господство общественного сектора. Да, это общественный, государственный сектор с предприятиями, которые в большинстве случаев управляются демократически сверху и демократически снизу, в которых развивается самоуправление трудельщиков. Раз. А планирование является демократическим. И развивается общенародный учет и контроль. Да, это общественный сектор. Вторая часть общественного сектора – это коллективные предприятия, кооперативы, различные ассоциации, вплоть до коммун. Дальше на тему распространяться не буду, это довольно понятно. Три. Это общественный сектор, где господствуют коммунистические уже принципы, собственность каждого на все. Бесплатные блага, которые создаются в сфере образования, науки, искусства и так далее, и которые может каждый получить без ограничений. Отказ от интеллектуальной частной собственности – чем дальше, тем в большей мере. Ну и, наконец, частный сектор с мелким товарным производством по началу, в первые десятилетия после победы левых сил, безусловно, и с частнокапиталистическим производством. Вот такая картинка. Теперь возвращаясь к политике. Вот при таком материальном базисе, при участии трудящихся в управлении, возможна социалистическая демократия. Демократия, которая строится на основе практического участия в управлении, которая предполагает использование формы советов, которая предполагает широкое использование прямой демократии, которая предполагает максимально широкое в современных условиях использования информационных технологий, позволяющих каждому получить необходимую справку по любому вопросу, увидеть, что и как в режиме онлайн делает любой бюрократ, пожалуйста, выведите действия всех чиновников в пространство интернет, так, чтобы каждый чок был виден и мог быть отражен. Но если кому-то интересно посмотреть, как чиновник чихает, смотрите, как чиновник чихает, но на самом деле важнее смотреть за движением материалов, ресурсов и так далее. Из этого не следует, что не будет злоупотреблений, коррупции, взяток и всего остального. Социализм несет на себе массу элементов старой эпохи, даже феодализма, а не только капитализма. Они будут. Они будут сопровождаться рождением специфических социалистических противоречий, социалистической бюрократии и так далее. Вопрос в том, кто кого. Социализм в целом это период, где идет борьба кто кого, в том числе политическая. В политической сфере это вопрос кто кого. На одном полюсе этой борьбы уже не буржуазия, которая может быть и уже, даже не может быть, а уже побеждена к тому времени, даже не рабочим классом, а трудящимися, потому что наемный рабочий, победив в борьбе с буржуазией, перестает быть наемным рабочим. Пролетариат как класс уничтожается, как только он побеждает класс буржуазии. В этом смысле класс уничтожается и с той, и с другой стороны. Вот. А с кем борются трудящиеся? Им противостоит очень жесткий блок. Их же самих, но как конформистов, мещан. И бюрократия, которая надстраивается на этой конформистской, пассивной, мещанской позиции трудящихся. В той мере, в какой ты рабочий, ты инженер, ты профессор, ты ученый, говоришь, моя хата с краю. Мое главное стремление – получить максимум денежного дохода, пусть даже не нарушая принципов распределения по труду. Участие в управлении – не моя забота. Решение проблем долгосрочного развития страны меня не интересует. Я человек маленький. Вот в той мере, в какой человек оказывается подчинен мелкобуржуазной системе интересов, как следствие ценностей и мотивов, в этой мере он становится базой, социальной базой, мощной социальной базой для бюрократа. А бюрократ – это управленец, который оторвался от задач общества, не подконтролен общество. Здесь я позволю себе короткое отступление, потому что бюрократ – это главный враг, на самом деле, на виду мещанин. Мещанин – главный враг, а бюрократ – его младший брат. Вот эти два брата – мещанин и бюрократ – это главные враги коммунизма и социализма, как движения к коммунизму. Итак, кто такой бюрократ? Слово образовано в соединении двух началов – бюро, канцелярия, администрация и власть – кратес, бюрократ. Соответственно, бюрократия в работах Маркса, он не первый и не последний, кто об этом писал, определяется как отрыв управляющей системы от управляемой. Управленцы господствуют, не просто оторваны от общества, и господствуют над обществом. Вот в той мере, в какой бюрократия работает на самую себя, а не на общество, которое поставило их для управления, в этой мере управленец становится бюрократом. Еще раз, да? В той мере, в какой управленец работает на самого себя, любимого, а не на общество, которое поставило его управлять, я говорю о социализме, в этой мере управленец становится бюрократом. Вот если гражданин не хочет участвовать в управлении, решать общественные дела, отвечать за принятые решения, тратить на это силы, время и энергию, интересуется исключительно своим частным, так сказать, бытием в труде, в потреблении, в той мере, в какой он потребитель, шопоголик, любитель денежек и так далее, в этой мере он свою функцию, со-хозяина средств производства, участника планомерной организации общественного производства, одного из полноправных членов политической системы страны. Он это свое качество от себя отчуждает, выкидывает на помойку, и там его тут же подбирает бюрократ. И концентрирует в своих руках. Вот этот блок-конформиста, мещанина, мелкого буржуа, с одной стороны бюрократа, с другой стороны, становится злейшим врагом коммунизма, в той мере, в какой мы побеждаем первого исходного врага. Капитал в условиях СССР, это была еще и аристократия с монархическими тенденциями. Такой феодальный враг. Вот, такие замечательные дела. Кто ему противостоит в этой политической борьбе? Противостоит активный гражданин, коммунист. Коммунист, человек, который работает прежде всего на общественный интерес, человек, который участвует в управлении, человек, который берет на себя ответственность, человек, который ориентирован на отношения солидарности, а не рыночной конкуренции. Вот эта борьба становится ключевой в политической сфере. Это жестокая борьба. В этой борьбе коммунисты могут проиграть, и в СССР проиграли. Проиграли в большинстве других стран. Но из этого не следует, что это окончательное поражение. Первая битва, да, в большинстве случаев проиграна. Но, знаете, как говорили в таких случаях, победа будет за нами. В этом я абсолютно убежден. Сейчас о самом главном. Об этом была лекция Людмилы Аксиевны Булавки. Была совсем недавно. Ну, для тех, кто слушает межфакультетский курс. Если вы его не слушаете, посмотрите обязательно на YouTube-канале «Альтернативы». Лекция о советской культуре, о социалистической, коммунистической культуре в ее первом историческом воплощении. И о том, что именно в пространстве культуре развивается и растет, крепнет коммунизм. Вот главное пространство социализма – это пространство культуры. И если в культуре мы создаем возможности для человека быть коммунистом, ориентироваться на ценности сотворчества, ценности личностного развития, солидарности, ответственности за творение истории. Я не хочу сейчас эти очень точные, строгие категории переводить на язык примеров. Вот в той мере, в какой культуре человек живет так, он во многом становится социалистическим, а потом и коммунистическим актором, человеком коммунизма. Здесь соединяются две линии, о которых, я думаю, тоже говорила Людмила Алексеевна. Уверен, говорила, потому что она об этом пишет во всех своих работах. Творение истории, где человек преодолевает в себе мещанина. Вот как раз то самое выражение, выдавливать по капле из себя, только не раба даже, а именно мещанина. А с другой стороны, в культуре. Вот эти два момента сливаются воедино, и человек понимает, для того, чтобы участвовать в управлении, для того, чтобы решать проблемы в своей бригаде, а тем более в стране, необходимо быть культурным. Необходимо читать книги, необходимо слушать музыку, необходимо творить самому. Просто когда вы всерьез погружаетесь в драматическую постановку в театре, или смеетесь от души над не тупым фильмом, где кого-то бесконечно бьют, как в погонях одной мышки за другой кошкой, по-настоящему весело живут, как в фильме «Весна», знаменитом советском фильме. Вот в той мере, в какой вы во все это включаетесь, вы становитесь человеком, который преодолевает отчуждение, и который учится тому, как участвовать в решении общественных дел, тому, как становиться коммунистом в истории. Так творчество истории рождает потребность к культуре. Отключение в культуру становится условием для практической деятельности только тогда, когда вы можете потом, будучи человеком культурным, стать гражданином. Потому что иначе вы понимаете, как устроен этот мир, каковы его противоречия, понимаете, из романов Толстого или Горького, или новых произведений, которые рождаются сейчас. Понимаете, что сидите у себя дома, в лучшем случае, можете об этом написать в социальной сети, или поговорить на кухне, как это было в советские времена. Культура уходит в пустоту, в озлобление, и становится скорее фактором разрушения, чем созидания. Поэтому вот в этом единстве культурного развития и социального творчества собственно и живет социализм, как процесс рождения коммунизма. Ну и, безусловно, катализатором этого процесса, ускорителем этого процесса становится образование. В той мере, в какой оно нацелено на развитие личностных качеств человека, на формирование человека солидарного, а не просто на выучивание и определенные профессиональные, и формирование определенных профессиональных наук. Последнее необходимо, но недостаточно. Впрочем, об образовании, я думаю, вам когда-нибудь обязательно расскажет Наталья Геннадьевна Яковлева, об образовании как катализаторе развития общества, прогресса общества. Но если нет, то читайте ее статьи в журнале «Социологические исследования», ну и во многих других, открытых для каждого публикациях. Итак, суммируем. Социализм – это эпоха рождения коммунизма, мучительная эпоха, эпоха, в которой соединяются ростки будущего, крепнущие, побеждающие в той мере, в какую мы идем к коммунизму, и сохраняются, отмирая, но при этом не сдаваясь без боя, элементы капитала, рынка, феодальных отношений, иерархии и многого другого. Это процесс, в котором складываются мощнейшие, глубочайшие противоречия, и те, которые являются импульсами движения вперед, и те, которые тормозят это развитие. Где есть авангард и победители, мы все как социальные творцы и культурные люди, и где есть те, кто не дает двигаться коммунизму, наши враги. Мы сами, как мещане и как бюрократы. Вот это раздвоение общества, которое проходит, как правило, через душу, сердце, ум и поступки каждого человека – это интереснейшая и важнейшая черта коммунизма. Каждый, в какой-то мере, мещанин, конформист, мелкий буржуа, которому хочется есть даже не посытнее и не повкуснее, а попрестижнее. Которому хочется занять позицию конформиста и сказать «повторюсь, моя хата с краю». Которому хочется занять ступеньку повыше и жить по принципу «хочу, чтобы мне подчинялось как можно больше, а я подчинялся как можно меньшему числу людей». Вот это я – фраг коммунизма. Я, которому интересно помочь товарищу вместе с ним разобраться, почему не слишком удачно функционирует жилищно-коммунальное хозяйство. Я, как человек, который вместе с моим товарищем в профсоюзной организации разбираемся, почему у нас директор завода бюрократы, как его приструнить при помощи существующих институтов. Я, как человек, который готов поделиться тем, что у меня есть, и помочь близким. Кстати, в СССР это было достаточно нормальным явлением. Начиная от школьников, которые собирали манкулатуру для того, чтобы помочь детишкам во Вьетнаме. Я сам просто через это прошел. Мы искали все ресурсы, чтобы купить побольше велосипедов для ребят во Вьетнаме. Тогда там шла ужасная война, как бойня просто американцами была устроена. Это было не исключение. Это была обычная школа на Преображенке на окраине Москвы. Вот в той мере, в какой мы коммунисты, мы, каждый из нас, созидает это новое общество. В той мере, в какой мы, каждый из нас, мещанин, мы это движение тормозим и убиваем. Такова диалектика социализма. В каких-то случаях происходит поляризация, в каких-то случаях происходят политические столкновения, в каких-то случаях номенклатура, опираясь на мещанина, побеждает коммуниста. В каких-то наоборот. Будем надеяться, что уроки СССР и других стран социализма для будущих создателей коммунизма не пройдут даром. И они впитают все наши достижения и научатся на наших ошибках и выучат уроки из наших трагедий. Еще раз огромное спасибо всем, кто был с нами в рамках этого межфакультетского курса, кто слушал этот блок лекций и разговоров на канале Альтернативы. Пишите. Я и мои коллеги будем очень рады вести с вами дальнейший диалог. Если кому-то нужен контакт лично Бузгалин, напишите на мою почту. Всего доброго. До новых встреч в других курсах, в других программах.